В рамках визита президента в Россию были подписаны важные двусторонние соглашения между министерствами и ведомствами двух стран. Так, главы Министерства сельского хозяйства Аскарбека Джанабеков и Дмитрий Патрушев обсудили вопрос о поставках сельхозпродукции в Кыргызстан. Соответствующий документ они закрепили своими подписями. Если будем вести все сельское хозяйство сельхозпродукции на научной основе, то мы обеспечим себе всем видом продовольствия и будем экспортировать и экологически чистые продукции в другие государства мира. В рамках этого соглашения российские компании будут поставлять в нашу страну элитные сорта семян для ярового посева пшеницы, ячменя, рапса, чечевицы, сои. Все это направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Большой интерес к сотрудничеству проявляют руководители рыбных хозяйств двух стран. Следующее соглашение, подписанное вице-премьер-министром, министром экономики и финансов Лугбеком Кармышаковым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, затрагивает не менее актуальные темы – маркировки товаров швейной продукции. Поскольку вот этот промежуток времени очень выгодно для киригидских экспортеров, для того, чтобы охватить рынки от Московской области вообще в России. И поэтому вопрос маркировки, он очень важный и актуальный. Его надо решать на самом высоком государственном уровне, чтобы не отдать это самому бизнесу, и чтобы он просто, ну он просто не то что захлебнется, он просто потеряется в каких-то бюрократических проволочках. Поэтому я думаю, что на государственном уровне и парламент, и правительство должны в этом оказывать всяческую содействие. В любом деле есть, особенно на первоначальном этапе, есть какие-то, знаете, трудности, которые нужно преодолевать, дорогу осилить идущий. Поэтому каждый день, значит, нужно этой работой заниматься. И киргизским предпринимателям нужно понять, что, значит, маркировка товаров, которая обязательно на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года, ее нужно делать там, на производстве, на производстве. И возить сюда уже товары маркированные, вот, гарантирующие качество, гарантирующие, значит, оригинальность происхождения, чтобы не было контрафактной продукции. В рамках документа Россия на безвозмездной основе предоставляет киргизской стороне информационную систему маркировки товаров. Она обеспечивает их прослеживаемость и направлена на борьбу с контрафактом. В августе прошлого года, в соответствии с решением правительства, ЗАО «Альфа-Телеком» определен оператором национальной системы маркировки и прослеживания товаров. Поставщики товаров в Российскую Федерацию экспортеры Киргизской Республики могут обратиться к нам с заявлением в Центры обслуживания, заключить договор и начать получать коды маркировки в автоматизированном режиме. Напомню, с июля прошлого года Россия внедрила национальную систему маркировки продукции «Честный знак». А с начала этого года обязательной маркировке подлежит продукции легкой промышленности. Как известно, львиную долю кыргызского экспорта в Россию составляет продукция швейной отрасли. В первый день визита главы государства также состоялась досторонняя встреча министра энергетики и промышленности Кубана Чбека Турдубаева с российским коллегой Николаем Шульгиновым. Сторон обсудили текущее состояние кыргызско-российского сотрудничества в сфере энергетики, в том числе по гидроэнергетическим объектам в Кыргызстане. 24 февраля также состоялась передача к кыргызской стороне безвозмездной помощи в виде усовершенствованных наборов ПЦР-тестов для проведения 100 тысяч исследований на COVID-19. Гуманитарный груз прибудет в Кыргызстан 25 марта. Мирбек Молдаконов, Аскар Улан-Улу, Аллату-24, город Москва.